Анти Майдан, Ютуб. И это одна из самых грязных войн на этом континенте за последние десятилетия. То, что в эти дни переживают люди в Донецке и Луганске, это ночной кошмар, о котором большинство из нас знают только из рассказов наших родителей или бабушек и дедушек. Нет воды и электричества, практически нет продуктов питания, и ежедневный страх уже завтра быть погребенным под обломками своего же дома. Да, эта война должна прекратиться. Но одними благими пожеланиями войну не остановить, а тем более с односторонними пожеланиями. Когда западные политики совершенно правильно требуют от Владимира Путина прекратить поддерживать пророссийские террористические и милитантные группировки, тогда они должны предъявить сейчас претензии украинскому правительству. Ведь доклад ООН однозначно указывает, что и украинские военные терроризируют мирное население. Они приносят войну артиллерийским огнем в мирные дома, не обращая внимания на страдания людей и еще меньше на их жизни. Европа не может и не имеет права терпеть это. Так же, как и Москва, несет часть ответственности за военщину, которая захватывает, пытает и убивает невинных. Так же Европа несет ответственность за жестокие убийства киевским правительством, которое само себе помогло захватить власть. Поэтому сейчас нужно твердо заявить власть придержащим в Киеве, что терроризирование мирного населения должно быть прекращено. Артиллерийский обстрел жилых кварталов должен быть прекращен. Если этого не произойдет, то Европа будет тоже нести вину. И тогда убитые мирные жители в Донецке и в Луганске будут и на нашей совести. Продолжение следует...